Несется песня Несется песня Несется песня Это пожелание Ты как ребенок вышел из воды Стопа твоя земли не ощущает Законы притяжения слабы Когда Господь любовью наполняет Белее снега стал и ты Храни святое одизяние Не пачкай этой красоты Примите это пожелание Не пачкай этой красоты Примите это пожелание Не пачкай этой красоты Не пачкай этой красоты Братья и сестры Благодаря нашему Господу За прекрасный день За возможность нам Это пасовым покрыть В это воскресенье Когда Пред нами люди В белых одеждах Желающие Строить отношения с Богом Желающие стать на путь Господу Это Песня И словами любви О великом дне Не воскресно всем людям сказать Великой любовью Христова Сединены мы с вами друзья А ты Нечто в жизни Ново Восславлять Иисуса Христа О Готов Готов О любви Христа Рассказать Рассказать И словами любви О великом дне Не воскресно всем людям сказать Так будем же братья и сестры Ценить этот день Торжества Наседаясь Тупом единым Нечто в жизни Прословлять Иисуса Христа О Готов О О Готов О Любви Христа Рассказать И словами любви О великом дне Не воскресно всем людям сказать Я люблю мой Бог, я всей душою, и с каждым новым днём хочу любить сильней. Люблю тебя за то, что ты со мною, и говоришь со мной, с любовью веселой. Ты мой Бог, крепость моя, в руках твоих сила моя. Ты мой Бог, крепость моя, в руках твоих сила моя. Есть разные споры, но вы знаете, когда мы читаем Писание, то Писание нам открывает, что вам не хочет подлогать, потому что если человек покаялся, он не хочет принять крещение, не хочет обещать Богу и совести, является Бог полноценным дичем Божьим и является спасенным человеком. Конечно, кто-то скажет, ну есть вот разбойник, он покаялся, или он просто сказал, Господи, ами, вспомни, когда будешь в вою, вот там у себя, а Господи, ты не будешь со мной в волью. Он спасением независимо от крещения. Конечно, и в Верхий Завет не было крещения. Надо трудно понять, даже где-то вот откуда он взялся. По сути, ян действительно совершает этот такой момент, момент крещения покаянный, и это чудно, удивительно, бедуя. Что-то понял, когда Филиппо объяснял, на колеснице возъедет, когда он объяснил путь спасения, вот куда, что препятствует мне креститься. Это не просто обряд, это заповедь. Иисус сказал, Марка 16, 15, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Очень важно, чтобы мы с вами понимали, что то, что мы обещаем, дорогие молодежь, братики, сестра, мы обещаем Господу и Спасителя. Мы не просто говорим там какие-то особые слова, но мы исполняем повеление и заповедь Господа. Мы имеем это не просто желание, не просто повеление, а мы хотим явно засредительствовать пред Богом, пред народом, что у нас это серьезно и на всю жизнь. Вы знаете, сегодня наблюдая не только христианскую жизнь, а и семейную жизнь, даже в христианских кругах, к сожалению, часто мы видим не то, что неверность, а просто неготовность любить по-настоящему, просто неготовность прощать по-настоящему. То есть, другими словами, что мы когда-то обещали любить на всю жизнь, не действует. Именно поэтому сегодня трагедия во многих семьях. Ты когда-то обещал, ты хозяин своего слова, и это слово, к сожалению, ничего не стоит, если на практике нету христианской жизни. Точно так и в отношениях с Богом, дорогая молодежь. Обещание может что-то стоить, и может ничего не стоить. В своей жизни христианской, последовательности за Господом, когда вы будете все вопросы жизни согласовывать с Господом Спасителем, и вопросы о вашей семейной жизни, вопросы о вашей церковной жизни, служении, вопросы вашего отношения к родителям, очень важно, чтобы вы согласовывались с Господом, потому что Писание учит, как нам жить и как нам поступать. Знаете, Христос, совершая или участвуя в крещении, когда воздерживал воин хрестителя, он говорит, оставь, и вот так надлежит нам исполнить всякую правду. Отношение к Богу, это тоже очень важно, не только в жизни со Христа, но и в нашей жизни. Крещение мы совершаем, потому что именно крещение, это погружение в тело Церковь Христову, вселенскую, поместную и домашнюю. Апостол Павел, 1 Коринфянам 12, 13 говорит, «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елины, рабы или свободные, все напоены одним Духом». То есть погружаемся в одно тело Христа. Мы стоим частью Церкви Христовой. Именно поэтому мы и просто имеем такой обычай, а порядок, что люди, которые совершают или вступают в завес Господа, совершают святое водное крещение, они стоят частью Церкви Христовой. И это Божий порядок, потому что Бог дал нам право так размышлять. То есть мы погружаемся в тело Церкви Христову. И все нам 3, 6, чтобы язычникам, сонаследниками, быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Поэтому, когда мы стоим частью тела Христов, у нас повышается ответственность. У нас повышаются некоторые такие моменты, которые важны, не только когда они молоды и вступают в завес Господа, а мы с вами, которые имеем 10, 20, 30, 40, 50 лет крещения, может быть, и больше, у нас одинаковая ответственность. Не просто начать путь, а дойти и сохранить верность. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. В заключении хочу, чтобы вы встали, дорогие друзья, поднимитесь, пожалуйста, перед лицом свидетелей, перед Богом. Хочу спросить вас, доброволен ли делать этот шаг крещения перед Богом и предсвидетелем? Никто вас не заставляет. Что движет вами? От чего у вас такое желание? Что движет вами в понимании крещения? Какие у вас ожидания? Что проявляет? Что главным таким двигателем в вашем решении? Почему вы это хотите? Почему вы так решили? Любовь Иисуса. Еще что? Служить Богу. Вера. Верим, и это главное. И последний вопрос. На какое время, на сколько лет вы обещаете Богу свою совесть? На всю жизнь. Знаете, братья и сестры, это очень важный момент, потому что мы с вами, перед людьми и пред Богом свидетельствуем. Все эти моменты, они имеют огромную ценность. Тогда, когда мы сохраняем веру, сохраняем это доброе свидетельство пред Богом и пред людьми. Поэтому пусть Бог благословит всех нас. Пусть Бог благословит их в этом решении. Молитесь о них, чтобы начавший путь с Господом, они прошли его, были верны Богу до смерти, неважно, когда она будет. Очень быстро, коронавирус, болезни разные, или глубокая старость, потому что Бог говорит, и до старости, и до сих пор я тот же. Неважно, в результате чего, в результате встречи с Богом, чтобы им сохранить себя в чистоте и святости. Я хотел бы, чтобы мы с вами помолились. Помолились о них, помолились о крещении, предстоящем. После молитвы мы споем одно пение. Вот дивный день, вот дивный час. Я думаю, что это пение мы каждый вспомним в свой день, когда мы вступали в завет с Господом. После пения мы пройдем все в зал, или кто желает, может пройти в зал. Буквально коротко, это будет время, когда мы будем совершать там крещение, и несколько этих минут будет там совершаться святое водное крещение. Прошу вас, у нас есть только один фотограф, и там позволяем только одному фотографу фотографировать. Вот, потом фотографии или в электронном формате, или в таком вы сможете получить, поэтому, пожалуйста, только один фотограф, он фотографирует крещаемых, или тех, кто крестится. Поэтому, пожалуйста, Просто будем послушны, чтобы нам не создавать себе самим ненужных проблем в современных ситуациях. После крещения, это будет буквально несколько минут, это крещение, мы все возвращаемся сюда. У нас не будет перерыва. У нас будет буквально, пока мы выйдем оттуда сюда, садимся на места, пойдем пение, и брат Георгий, брат из Други из Кищенева, будет про проповедь говорить. Поэтому после крещения у нас буквально три минуты, пока мы выходим, садимся на свои места, и мы продолжаем петь, славить Господа, слушать о Господе. А в это время молодежь переоденется и вернется в ряды сюда. Пусть Бог благословит нас. Давайте мы помолимся, братья и сестры, о них, и потом будем петь пение. О, дивный день! Пусть Бог благословит нас. 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 Песня «Будет для Христового» Жизнь и вечность для бездна, Чтоб всегда во мне Христос был виден, Он святой, и пребуду со мной. Мы помолимся, братья и сестры, Отец Небесный, Бог наш, От души благодарим за возможность Быть здесь, в этом бассейне, В этом баптистерии. Мы желаем, чтобы, Господи, Все эти души, которые пройдут сегодня, Чтобы они, Господи, Серьезные ответства, Господи, Совершили это крещение, Это обещание на всю жизнь. Благослови, Господи, меня в совершении. И Духом Святой в виде все это, Господи, Крещение и все это служение, Бог мой. Аминь. Веришь, что Господь Иисус умер за твои грехи? Верю. Обещаешь ли Богу служить доброй совести? Обещаю. По вере твоей, по повелению Господа, Крещу тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. По вере твоей, по Христа крестившись, По Христа крестившись, По Христа крестившись, Аллилуйя. Веришь ли, что Господь Иисус Христос твой Спаситель? Верю. Обещаешь ли Ему служить доброй совести? Обещаю. По вере твоей, по повелению Господа, Крещу тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сына и Святого Духа. Аминь. Сына и Святого Духа. Аминь. Веришь ли, что Господь Иисус твой личный Спаситель? Нет. Обещаешь ли Ему служить доброй совести? Обещаю. По вере твоей, по повелению Господа, Крещу тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Веришь ли, что Господь Иисус умер и воскрес для твоего оправдания? Веришь. Обещаешь ли служить Ему доброй совести? Обещаю. По вере твоей, по повелению Господа, Крещу тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Веришь ли, что Господь Иисус является твоим личным Спасителем? Обещаешь ли Богу служить доброй совести? Обещаю. По вере твоей, по повелению Господа, Крещу тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Веришь ли, что Господь Иисус убил и воскрес для того, чтобы ты вечно жил? Веришь. Обещаешь ли Богу служить доброй совести? Обещаю. По вере твоей, по повелению Господа, Крещу тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Веришь ли, что Иисус Христос умер и воскрес для того, чтобы ты вечно жил? Верю. Обещаешь ли ты служить Богу доброй совести? Обещаю. По вере твоей, по повелению Господа, Крещу тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Отец Небесный, благодарим за милость и любовь, за то, что жизнь в Церкви продолжается. Господи, мы верим, что до последнего дня отдыхания жизни Церкви, Господи, будут люди, которые обещаете добрую совесть. Благослови ты. Благослови дальше служению. Благодарю за совершенный святой момент. Будь с нами дальше продолжение этого служения. И пусть тебе за все будет слава. Честь и похладение, Бог мой. Аминь. Пожалуйста, братья и сестры, проходим. Все на улице. Господи, им силы пройти все трудности и сложности в жизни, которым они стоят. Поэтому, Господи, на красавице, имя, причем тебе будет слава. Аминь. Отец Небесный, благодарим за эти юные сердца. Господи, ты знаешь, жизнь, хождение перед тобой. И просим, чтобы ты благословил, чтобы ты укрепил. Помог, Господи, идти в предние греши. Помог, Господи, иметь действие Духа Святого в своей жизни, чтобы Господи быть светом для окружающих, для ровеси, для Господи. Помоги, когда они будут спроткаться, когда они будут вырывать, Господи, обладаясь Духа Святой. И видишь Своей любящей рукой. Это ведь местное справедение. Аминь. Спасите, Мои, еще раз, я дашу эту юную душу, эту юного братика, Господи, которым заключился весь с Тобой. Господи, Господи, Божий Великий, Дух Твой, Святой, да, подчеркнет в сердце его. Благослови, дай Господи, чтобы он был служить в сердце и в жизни, Господи. Поэтому, Господи, Бог, хранит в его трудностях и в испытаниях, потому что, Господи, это наша жизнь, делая от него. Мы с тобой можем побликать. Благослови его. Благослови, Собоиси всем и всем пусть. И, в результате, мы будем香港. Аминь. 834 номер «Благодарим Господь» 834 номер «Благодарим Господь» 934 номер «Благодарим Господь» Мы поможем заработать в новой стране. 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 Белее снега стал и ты. Хранить в новой стране. Мы поможем заработать в новой стране. Мы поможем заработать в новой стране. Белее снега стал и ты. Хранить в новой стране. Хранить в новой стране. Не пачкай этой красоты. Хранить в новой стране. Хранить в новой стране. Хранить в новой стране. Хранить в новой стране. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Аминь 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 Помоги, чтобы через все это они могли, и понимая, познавать Тебя, чтобы могли проявлять, Господи, доброе поведение и быстрительство того, как верующие детки. Как детки благословены Тобой, Господи, поступают, относятся друг к другу и являются, Господи, тем примером, как для ближних, так и для дальних. В Твои руки придаем и просим, услышь нашу молитву и благослови Бог мой. Аминь. Дорогие детки, Вы пока останьте здесь. Мы сейчас еще споем одно пение. Это будет призывное пение, братья и сестры. Если есть те души, которые сегодня слышали Евангелие, видели, может быть, Ваши родные, близкие, вступили в завес Господа, а Вы еще не сделали даже первый шаг к покаянию. А вот сегодня и вот это пение, это время для покаяния. Кто хотел бы сам сделать первый шаг к Господу, совершить покаяние, пожалуйста, во время этого пения, которое звучит так, последний призыв. Вот в это время, пожалуйста, проходите вперед, мы будем вместе с вами молиться, вместе искать Господа. А дети, Вы пока не находитесь здесь, ждите Вы после молитвы заключительной, вам будет еще маленький сюрприз. Пожалуйста. Последний призыв раздается еще, О грешник безбежный, что видишь ты все. Ищи к Иисусу, спасение принять, А прожидаю в тебя благодать. Последний призыв прозвучал для тебя, Спеши же сегодня принять, А прожидаю в тебя благодать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ищи же сегодня принять Слово Христа.